Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня по многочисленным просьбам на обзоре студийные релизы американской группы, которая стояла в основании стиля дед метал и породила множество последователей, а талант её бессменного лидера Чака Шульдинера как сонграйтера и гитариста просто неоспорим. Конечно же, это группа Дед. Единственная проблема заключается в том, что я буду предвзят, так как мне очень сильно нравится группа Дед и нравятся абсолютно все её альбомы. Поэтому здесь вы услышите 7 хвалебных ход студийным релизом Чака и его группы. Я не хочу омрачать этот выпуск, озвучивая конфликты Шульдинера с другими музыкантами. Об этом уже было сказано в другом ролике, если кто не видел, обязательно посмотрите. Моё знакомство с группой Дед началось с просмотра концерта Live in Los Angeles 98 года. До этого я не слышал, чтобы кто-то делал что-то подобное. Это было откровение. Ошеломляющий вокал Шульдинера, его манера игры на гитаре, ломанные и безупречные партии ритм-секции. И, конечно же, сами песни, каждая со своим характером и настроением. Наверное, поэтому они и так въелись мне в память. А первыми альбомами, которые я услышал, были дебютный Scream Bloody Gore 87 года и последний The Sound of Perseverance 98 года. Оба абсолютно разные, но оба зашедшие на ура. Поделюсь своими впечатлениями о Scream Bloody Gore. Конечно же, будучи большим фанатом трилогии «Зовещие мертвецы» и серии фильмов от режиссеров Джорджа Ромеро и Лучия Фульчи «Обоживших трупах», я сразу же обратил внимание на треки «Зомби ритуал» и «Evil Dead». Еще притрешованный и скоростной Scream Bloody Gore как раз пришелся мне по душе и совпал с моими на тот момент музыкальными вкусами. Искренний вокал Чака и его искрометные соло – это было прям то, что надо. А концертный клип на песню Denial of Life был просто засмотрен до дыр. Да еще и обложка, которую нарисовал Эдвард Репко. В общем, звезды сошлись. Я до сих пор считаю Scream Bloody Gore великолепной работой, сыгранной и записанной в духе своего времени. Лепроси 88 года – настоящая мощь, очень эмоциональная работа, исполненная на надрыве. Этот альбом однозначно можно отнести к классике Дэд Металла своего времени. Я не понимаю людей, которые гонят на его звук. Как по мне, он великолепен. А когда я узнал, что Чак вдохновлялся фильмом «Туман» про прокаженных мертвецов, которые терроризируют небольшой портовый городок, то тут же бросился искать видеокассету. Потом дико ждал ремейков, но был сильно разочарован. Не смогли. Что же касается Лепроси, то я считаю, что этот альбом стал серьезным шагом в становлении Дэд Металла. Обозначил границы стиля и показал вектор направления для многих последователей. Спиритуал Хилин 90-го года открывает новую стезю в Дэд Металле. Двигаясь в направлении техничности исполнения и замысловатости музыкальных решений. Причем хороши треки, как написанные Шульдинером единолично, так и в соавторстве с небезызвестным гитаристом Джеймсом Мёрфи. Хочется выделить гитарные соло, которые обрели смысл и стали микро-шедеврами внутри песен. А сектантская обложка дополняет и передает суть пластинки. Хьюман 1991-го это уже абсолютно зрелый и выверенный до мелочей альбом с превосходным звучанием. Такое понятие, как техника исполнения, думаю, здесь применять бессмысленно, так как Дэд и есть техника. И звездный состав, который принимал участие в записи этого альбома, говорит сам за себя. Музыка Хьюман влюбляет в себя своими меланхоличными, мрачными и в то же время агрессивными мелодиями. У пластинки нет слабых сторон ни в материале, ни в подаче, ни в исполнении. Кстати, очень советую посмотреть документальные хроники, снятые во время создания Хьюман. И также про работу над клипом на песню Lack of Comprehension. Это пластинка на века. Существует мнение, что на альбоме Individual Thought Pattins 1993 года был найден прекрасный баланс между прогрессивным техникал Дэдом и Дэдметаллом классическим. И в принципе, я с ними согласен. Замысловатые инструментальные переплетения отлично сочетаются с хитовыми мелодиями. Характер звука гитар дает полностью раскрыться бас-гитаре. Работа, проделанная за барабанами, достойна максимальной похвалы и уважения. Никто ни за кем не гонится. Все прекрасно дополняет друг друга, создавая в итоге монолит, посоревноваться с которым могут только альбомы группы Дэд 1995 и 1998 года. Символик 1995 года это сборник нетленок, которые увековечили творчество группы Дэд и подарили Чаку Шульгенеру бессмертия. Каждая из девяти песен хит. Хоть я и выделяю для себя композицию мизантроп, но и все остальные треки с альбома считаю великолепными. А трек Crystal Mountain вообще обладает удивительным свойством, притягивает в себе музыкантов, которые хотят заковерить Дэд. Конечно, музыкальные основы этой работы были заложены еще в 1993 году, но здесь они получили очень достойное развитие. Причем, хочу заметить, без всякого самокопирования и нудного повторения материала, чем обычно и грешат некоторые группы. Символик – это классика на все времена. И последний студийный альбом The Sound of Passivarence вышел в 1998 году. Как я уже говорил в начале ролика, это первое, что я услышал у группы Дэд наряду с дебютником Scream Bloody Gore. Сказать, что я был впечатлен, не сказать ничего. Пластинка сшибает с ног своей виртуозностью, и несмотря на то, что она изобивывает сложными конструкциями, музыка остается понятной и легкой для восприятия. Каждый трек – это целая вселенная, наполненная красками эмоций и откровений, зафиксированная на альбоме в своей безупречности. The Sound of Passivarence стал еще одной ступенью, на которую группа Дэд и Чак Шульгенер поднялись легко и уверенно. The Sound of Passivarence The Sound of Passivarence Изначально я планировал включить в это видео альбом группы Control Denied, однако решил, что лучше сделаю отдельный выпуск, где постараюсь собрать все проекты, в которых принимал участие Чак Шульгенер. В заключении хочу сказать, что творческий гений Чака Шульгенер очень сильно повлиял на мой музыкальный вкус. Всю дискографию группы Дэд я считаю одной из лучших не только в Дэде, но и во всем экстремальном металле. Очень жалко, что Чак так рано покинул этот мир, однако у нас осталось его наследие, которое будет жить вечно, как и память об этом великом музыканте. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok